Добрый день, друзья! Рада приветствовать вас на нашем канале. Меня зовут Екатерина Романенко, Центр недвижимости «Компромисс». Сегодня мы с вами находимся в городе Абинске, в 75 километрах от центра города Краснодара. И будем смотреть дом новой постройки 2023 года на земельном участке в четыре с половиной сотки, дом с ремонтом по стоимости 7 миллионов 100. Давайте приступим к нашему видеообзору и начнем как обычно с придомовых территорий. Что касается придомовой территории, здесь они не широкие, обычная грунтовая дорога, подъездные пути. До выезда на асфальт у нас порядка 500 метров, вот по такой грунтовке. Ну, видите, тут вечером, ночью был небольшой дождь. До декабря месяц влажность, сыра. У нас все-таки солнышко сейчас выглянет, все просохнет. Ну, что касается инфраструктуры, мы ориентируемся здесь на четвертую школу. Это порядка 20 минут езды. Также у нас магазин магнит 15 минут, остановка общественного транспорта порядка 10 минут и детский садик также порядка 17-20 минут. В целом в Абинске инфраструктурно все у нас есть, и магниты, и пятерочки, и услуги, и МФЦ, и нотариус, и больница, поликлиника, школа, детские сады. Всего достаточно в количестве. А мы будем с вами приступать к нашему видеообзору. Итак, мы с вами попали на земельный участок. У нас с вами здесь четыре с половиной сотки, участочек небольшой, дом также не очень большой, но очень уютный, уже с ремонтом. Осталось только расставить мебель. Давайте начнем с участка осмотр. Здесь у нас по ширине фасада 23 метра, ну такой участок 23 на 27, примерно вот такие размеры. Забор на металлическом каркасе, профлист по фасаду, боковые участок у нас угловой, и вот три стороны у нас закрыты профлистом, а одна левая часть, боковая, здесь у нас будет сетка рабица. На входе входная калитка, да, предусмотрена, откатные ворота в левую сторону, ну и бетонированная площадка для заезда под машину. Ну, чтобы не красть кусочки земли, сделали площадку небольшую, заезд, вот если по прямой под одну машину, если необходимо две машины вдруг поставить, да, так случилось, гости приехали, то в целом застройщик классно предусмотрел, вот сюда заезд, ну, соответственно, можно вторую, третью машину разместить, если вопрос про машины. Что касается сада, огорода, то здесь, ну, огорода нет, поскольку дом новый, а вот участок, который у нас остался к использованию, давайте посмотрим. По периметру посажены деревья, здесь есть вишня, несколько деревьев, орешник и много шиповника. Знаете, я вообще первый раз такое вижу, ну, сколько катаемся, а много же ездим по Краснодарскому, краю, и только в Абинске, какой-то, ну, прямо какая-то любовь к шиповнику, витамин С, наверное, здесь в приоритете. И вот куда ни зайди, куда ни глянь, по улицам вот этот шиповник везде, и на участке, ну, прямо здорово. Так, вот за домом столько земли у нас есть тут для посадок, для построек каких-то, ну, такой небольшой домик, именно, именно для удовольствия, как говорится, да, и таким с небольшим земельным участком. Давайте пока обходим дом, сразу обратите внимание, выведена здесь вода на участок, вода центральная, вот эти вот черные провода, которые заведены сзади, спереди у дома, это электрика, сейчас электрика заводится, ну, заземление сюда, электрика сейчас вот в Абинске заводится, строители говорят мне о столбах, чтобы провода не висели, а через подземку. Ну, тоже такой удобный вариант. Давайте дом обойдем, убедимся, что он у нас правильно сидит, стоит на участке. Друзья, я еще нашла малинник, да, то есть кусты малины, там он крыжовник, пожалуйста, так что что-то яблоня, да, из посадок осталось на старом участке, поэтому, ну, вполне себе. И, так, значит, хорошо, когда у нас деревья есть, фундук-орешник еще также нашли, ну, в общем, даже деревья какие-то есть. К дому мы с вами вернулись, дом правильно сидит на участке, на кадастре стоит, межевание проведено, а давайте теперь про технические характеристики объекта. Дом у нас 23-го года постройки, внутри керамзитоблок, внутренняя стена, внешняя стена, облицовочный кирпич, дом на свайной ленточном фундаменте, фундамент лента плита, далее идет строительство стены, окна также здесь у нас с ламинацией, здесь графитовые, внутри будет окошечко белое, сетки стоят оконные, далее у нас крыша, крыша четырехскатная, накрыта металлочерепицей в цвет, ну, в цвет окон, да, скажу так, в цвет фасадных части окон, фронтона подшиты, водосток сделал, в общем, такая стандартная застройка, крылечка есть у дома, она уже полностью оформлена, положена плитка, причем плитка, она уличная, да, вот это вот не скользкая, тоже очень неплохо, свет выведен на улицу, вода, ну, в общем, вот такой домик у нас по стоимости будет, напомню, 7 миллионов 100, давайте будем заходить и осматриваться уже изнутри. Друзья, напомню, у нас есть телеграм-канал для тех, кто следит за рынком недвижимости Краснодарского края, рекомендую подписаться, ссылочка ниже. Итак, смотрим с вами дом, 75 квадратных метров, с двумя спальнями, с просторной кухней гостиной, с котельной, с кладовым помещением из кухни гостиной, также смотрим с вами санузел, 6,6 квадратных метров и прихожая у нас будет 10,5 квадратных метров, давайте приступать к осмотру дома. На входе нас встречает прихожая, дом у нас полностью друзья с ремонтом и с подключенными коммуникациями, прихожая площадь 10,5 метров, все, вот данное помещение, на полу лежит плитка, там где плитка у нас будет теплый пол, это коридор, санузел и кухня-гостиная, стены оклеены обоями, потолки натяжные глянцевые, с точечными светильниками, межкомнатные двери установлены, ну и предлагаю начинать смотреть там с первой жилой комнаты, с правой стороны она расположилась, спальни у нас две и они две одинаковые по площади, 14,3 квадратных метра, стены здесь также обои, ну такие спокойный светло-серый цвет, потолки натяжные глянцевые, на полу лежит ламинат, система отопления здесь будет радиаторная, все подготовлено, батареи будут навешаны, стеклопакеты установлены, окошечки, да, тоже микропроветривание, все это есть, хорошо закрываются, выключатели, розетки, ну в целом дом готов под расстановку мебели, пойдем смотреть вторую комнату. Следующую жилую комнату давайте смотреть, по площади такая же, 14,3 квадратных метра, стены также обои, радиаторы будут установлены, ламинат лежит на полу, ламинат хороший везде, 33 класса, влагостойкие, замками, это очень удобно, потолок натяжной и глянцевый, подосветительный прибор под люстру, здесь он у нас подготовлен, ну также по периметру розетки установлены выключатели, вот такая комната. Далее у нас напротив входной двери расположился санузел, санузел площадью 6,6 квадратных метров, кафель также везде, плиточка положена, стены, ну такой с переменной плиткой, да, с декоративной вставкой, установлен сантехники унитаз, выводы под сантехнику, канализация, вода, подводки все выполнены, под стиральную машинку также, электрика, розетки, выключатели, в общем, санузел тоже ожидает установку своей ванной мебели. Следующее помещение, это площадь кухни-гостиной, 26,6, почти 27 квадратных метров, прямоугольник здесь по конфигурации, поэтому тоже очень понятно, как встанет мебель. На правую сторону, наверное, лучше вот так развернусь, да, к двери, вот сюда, на левую, по левую руку у нас это будет кухня, и рабочая стенка, пожалуйста, вот так, вот так, сюда, вот сюда, да, еще можно вынести, и смотрите, оставлено место под подоконник, чтобы вот сюда у нас с вами встала столешница, выводы вот они, да, под раковину, под воду, и вот хозяйка мою, убираю, и, пожалуйста, все вот сюда, напротив двери, можно классно сюда добить барную стойку, ну и, соответственно, дальше обеденная зона, здесь диванная зона, или здесь у нас что? Да, здесь у нас, уверенно, диванная зона, а вот сюда у нас на кронштейн, да, на поворот телевизор, и там под антенну, под кондиционер, угол предусмотрен, ну, такое интересное расположение мебели. В данной кухне-гостиной есть дополнительное помещение, три квадратных метра, это площадь, кладовка, подсобка, и в том числе котельная, потому что сюда у нас вынесен газовый котел, который работает на отоплении, на горячую воду, а также здесь спрятан теплый пол и входной в одной фильтр на воду, в общем, все здесь у нас на месте. Дома с вами полностью осмотрели, 75 квадратных метров площадь его составляет, 7 миллионов 100, напомню, стоимость данного объекта в городе Абинске. Всем спасибо, кто досмотрел видеообзор до конца, всегда очень радуюсь, когда делаю для вас хорошее дело. Прошу подписаться на наш канал, если вы еще не подписаны, буду благодарна за ваши реакции, лайки и комментарии, задавайте также вопросы. Наши контактные данные всегда ниже в описании. Звоните, пишите. Мы всегда на связи, наш офис находится в Северском районе, в поселке городского типа Ильский. Работаем оттуда по Абинскому району. Подписывайтесь на канал. С вами я, Екатерина Романенко, Центр недвижимости «Окомпромисс».